Уважаемые делегаты и коллеги! Данное выступление мне дается с трудом. Я знаю Николая Ивановича очень давно, как хорошего товарища, отличного архитектора. Но сейчас я хочу говорить о другом человеке, о человеке, как о президенте Союза Московских Архитекторов. В отчетном догладе, Николай Иванович, вы практически не коснулись той ситуации, которая произошла с Союзом Московских Архитекторов после объявления всероссийского всенародного конкурса на реиспользование Мавзолея Ленина. Как вы знаете, и вы все это знаете, после его объявления в интернете, да и не только в интернете, был шквал комментариев. И шквал отрицательный, негативный. Я бы не хотел их повторять, их очень много, но самые характерные я не могу не зачитать. Этого человека я не знаю, я просто взял его в интернете по фамилии Петр Николаев, но он написал следующее. Пример убогого архмышления, уж простите за резкость. Кто-то, не подумав, предложил решить невинный, в кавычках, чисто архитектурный вопрос, а в действительности затрагивающий болезненную политическую проблему, которая сегодня в обществе еще неразрешима. При этом сразу проинформировать всю страну. Ну и получили ответ растревожного общества. Зюганов, Петров, Сидоров, тут никакого значения не имеют. Союз архитекторов должен быть известным для страны как профессиональное, компетентное сообщество, а не любительская организация, не представляющая в какие политические сферы, лезет. Репутация профессионалов основательно подмочена. Второй комментарий, всего два. Комментарий главного архитектора города Москвы, господина Кузнецова. И хотя я со многими позициями главного архитектора, как архитектора, не согласен, но в данном случае я с ним полностью согласен. Я зачитаю. Надо сказать, что Союз архитекторов – это общественная организация, от нас совершенно независимая. Действия, которые они совершают, иногда очень сложно комментировать. И они, например, мне лично кажутся странными. Архитектурные конкурсы, по мнению Кузнецова, есть смысл проводить на конкретные задачи, конкретные вещи. Хотя и абстрактные творческие конкурсы возможны, но на такую политизированную тему считаю, что их делать неправильно. Существует очень много разных мнений, это только будоражит общественность. А до этого это все выглядит провокацией и раздуванием скандала. Но что происходило дальше? А дальше мы отменили конкурс. В своем обращении Николай Иванович об отмене конкурса обвинил всех в отсутствии здравого смысла, в отсутствии воголтелом и беспочвенном осуждении Союза. Практически всех, кто дал отрицательный комментарий журналистов, в том числе и народ, которому этот конкурс был направлен. Ну и что самое обидное, на самом деле это серьезно, Николай Иванович, вы обвинили нас, членов Союза Московских Архитекторов, объявив конкурс по личной инициативе без нашего участия, а хотя вы были обязаны согласовать его с правлением Союза Московских Архитекторов и с президиумом, который, кстати, собирался 10 сентября. У нас был президиум, а 12 сентября был объявлен конкурс. Я узнал об этом конкурсе в этот день, 10 сентября. Случайно, после президиума, объявлено это было не было. Попытался с вами поговорить. Что вы мне сказали? Время другое, все можно. Не другое время, не все можно. Самое главное и обидное, что никаких выводов по результатам этого, Николай Иванович, вы не сделали. Не сделали. И в своем выступлении, когда вы объявили, что конкурс отменен, вы сказали, это шаг, который против нас, это бессмысленный, лишенный творческого подхода. Мы от этой темы не откажемся. И что совет по наследию обязательно соберет всех, кого волнует дальнейшая судьба исторического здания Щусева. О каком наследии, о какой судьбе музея идет речь? Я считаю, что такое вот заявление, вместо того, чтобы перед нами всеми извиниться за то, что сделано, вы продолжаете на этом настаивать. И я так понимаю, что у Союза московских архитекторов все проблемы будут еще впереди. Но не в этом дело. Я хочу сейчас сказать, а почему так произошло? Почему это случилось? На мой взгляд, к этому мы уже шли несколько лет. Раньше принцип работы в Союзе московских архитекторов был такой. Все определяли члены Союза. Постоянно отчитывались направления или на президиуме. Сотрудники аппарата лишь осуществляли задуманное. Это были наши помощники. И в этом и заключается их работа. Сейчас все ровно наоборот. Все определяют несколько сотрудников. Никакой подотчетности по принимаемым решениям перед правлением нет. Оно собирается раз, два раза в год. В начале года, в конце, на Новый год. И все замечательно. Хотя по уставу, мне не очень хочется зачитывать, но какие-то пункты я все-таки зачитаю, потому что я просто этого не сделать не могу. По уставу все подотчетно на сегодня конференции. И мы это все принимаем. А конференции между конференциями – это правление. К сожалению, в уставе написано, что правление должно собираться не реже, чем два раза в год. Ну, практически считайте, что не собирается. И любое движение, все, любое движение, начиная от любых мероприятий, кончая материальной стороной под отчет направлению, а в период между правлениями – президиумом. При этом решаются буквально все вопросы. Финансовые вопросы, имущественные вопросы и творческие вопросы. Ничего похожего. Что же в итоге? А в итоге получается, что все решает несколько сотрудников. К сожалению, Николай Иванович, вы лишь подписываете, утверждаете принятые ими решения. К сожалению, приходится признать, что в этом повинны и мы. Я являюсь членом президиума, членом правления, вице-президентом и несу за это тоже ответственность. Все начиналось совершенно замечательно. Отличный президент Союза Московских Архитекторов. Затем мы решили, что будет такой же прекрасный президент Союза Архитекторов России. Замечательно. А затем еще директор дома. А потом к этому надо добавить, приплюсовать главный архитектор Метрики Протранса, руководитель персональной мастерской, руководитель кафедры Мархи и так далее. А где взять время для работы? Для работы в нашем Союзе. Сегодня абсолютно ясно, что нельзя совмещать никаких должностей президентов СМА и президентов России. Это должны быть разные люди. Кроме всего прочего, я считаю необходимым записать сегодня в резолюцию нашей конференции. Повторить то, что есть в уставе. Все вопросы, возникающие в период между заседаниями правления и не включенные в ранее принятый план работы СМА, а он принимается в начале года, а потом второе правление, как вы знаете, в конце, значит, промежуток, год, должны быть согласованы с президиумом с последующим утверждением на правлении. Это позволит избежать волюнтаристических решений. Второе. Я считаю, что в устав надо записать, что правление должно собираться не реже, чем раз в квартал. Два раза в год это неферьезно. Ну и самое главное, мне кажется, что срок президента должен быть ограничен двумя сроками. Сегодня у нас в уставе это безгранично. Хочу пожелать будущему президенту Союза Московских Архитекторов заниматься в основном проблемами нашего города, потому что мы Союз Московских Архитекторов. Проблемами Московских Архитекторов. Вы знаете их очень много, и в Москве этих проблем сегодня очень много. И когда вы посмотрите, что обсуждает народ в интернете, то оказывается народ и является членом Союза Московских Архитекторов. А не мы. Перестать быть новой нашей, а я надеюсь, новой организацией, быть беззубой, бесхребетной, фестивально-банкетной, поддакивающей властям Москвы организации. И последнее. Я от себя лично, как член правления, вице-президент, приношу извинения всем членам Союза Московских Архитекторов за то, что случилось не по их воле, за испорченную репутацию, которую исправлять теперь придется им. Спасибо. Во-первых, неужели кто-то из вас думает, что объявление этого конкурса не было согласовано там, где оно должно было согласовано. Но не питайте таких иллюзий. Мы не сумасшедшие люди, чтобы объявлять такие конкурсы. Это первое. Второе. Все это проходило через оргкомитет зодчества. Поэтому и все протоколы, и все объявления были и согласованы, и объявлены так, как надо. Если кто понял, что я сказал, то замечательно. А все остальное, ну, это все на ваш суд, на ваше усмотрение. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok